Музыка Строительство, капитальный ремонт и реконструкция медицинских организаций со степенью износа более 60%. Об этом рассказала Елена Кузьменко, исполняющая обязанности министра здравоохранения и демографической политики на заседании правительства Магаданской области. Тема ее доклада – модернизация первичного звена здравоохранения Колымы в предстоящие 4 года. Приобретение медицинского оборудования, вышедшего из эксплуатации на замену и морально устаревшего, а также приобретение транспортных средств – это не автомобили скорой медицинской помощи, а так нужны автомобили в районных больницах и в городе, которые мы привыкли называть санитарками. Это автомобили для перевозки медикаментов, пациентов из учреждения в учреждение доставки, граждан с ограниченными способностями, также для доставки вакцин, биологических материалов. Кроме того, Елена Кузьменко рассказала о результатах проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, транспортировки и хранения вакцины от COVID-19. Также на заседании поговорили об обращениях в ЦУР, субсидируемых авиаперевозках и зарплатах на Колыме. Фестиваль по ловле корюшки «Клевая Колыма» возобновлен. Конкурс зимней подледной рыбалки проведут в бухте Гертнера, в районе зоны отдыха Горняк. По вопросу его проведения сегодня прошло выездное совещание. На нем обсудили основные организационные моменты фестиваля. Там мы планируем поставить автоклуб, автосцена наша, на которой будет проходить концертная программа, викторины и, соответственно, подведение итогов. Мы планируем вот здесь. Если мы смотрим с вами прямо, с левой стороны, здесь у нас будет установлена палатка, сувенирная зона. Участие в конкурсе зимней рыбалки примут около 200 рыбаков. Чемпионат будет разделен на два этапа. Они будут связаны между собой и пройдут параллельно. Первый этап – это непосредственно само соревнование, которое предполагается провести в бухте Гертнера, в районе первой Улько-Ямы. В преддверии этого этапа мероприятия предполагается электронная регистрация участников. Это будет соревнование в личном зачете, где, собственно, рыбаки покажут свое мастерство. По итогам соревнования пройдет награждение победителей фестиваля в нескольких номинациях. Далее пройдет второй этап рыбацкого фестиваля. Он предполагает праздник зимней рыбалки. На нем пройдут культурно-массовые мероприятия, концертная программа, гастрономический фестиваль и честование победителей. Помимо всего прочего, здесь также действительно в рамках гастрономического фестиваля будут готовить уху, ну и жарить наверняка те уловы, которые похвастаются рыбаки-любители. Организаторы еще не определили, чем будут награждать победителей фестиваля. Эксперты отметили, что призы будут соответствовать основному увлечению участников – рыбалке. Среди презентов будет рыбацкая амуниция, снасти и все, что с этим связано. Двадцать и долго. Левый. Ушел. Раз, два, три. Ухлоп. Раз, два, три. Вот так вы говорите, что надо падать. Двойка ответ. Левый, левый, правый. Ухлоп. Раз, два, три. Вот. Вот. Наруто чувствует. Закалить тело и дух. В Магадане сохраняет свою популярность школа бокса. В ней занимается около 200 детей разных возрастных категорий. Не только юноши, но и девушки. По словам специалистов, для продуктивных занятий нужна хорошая материально-техническая база. Как рассказывают сотрудники школы, власти города и области помогают ее обеспечивать. В настоящее время в школе бокса устанавливают новую систему вентиляции. До нас деньги довели. Подрядчики сейчас работают. Вот. В фойе вы видели ставят большие конструкции, которые сейчас будут опущены в подвальное помещение. Значит, подрядчики работу ведут и на нашем этаже. Было очень пыльно, но мы справились. И надеемся, что через месяц-другой мы будем дышать полной грудью, хорошим, чистым воздухом. Деньги для школы бокса выделили не только из городского, но и областного бюджета. Кроме того, спортивный комитет финансово помог в приобретении новых спортивных тренажеров. Юбилейный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни и танца «Звездопад» состоится в Магадане. На данный момент известно, что около 15 танцевальных коллективов и более 50 участников в вокальном направлении уже подали заявки на участие. Специалисты отмечают доступность этого конкурса для всех жителей города Магадана и области с любым уровнем подготовки. У нас всегда конкурс «Звездопад» был открытым конкурсом, то есть предусматривая, что в нем могут принимать участие у нас и исполнители из районов. И у нас также Хасынский район принимает участие, возможно, Самсукчана, Северо-Ивенска. Но, естественно, здесь будет по первому туру, скорее всего, это видеоотсмотр для того, чтобы лишний раз не приезжать исполнителям. А если они проходят во второй тур, то, конечно, мы ждем их в городе Магадане. Это своеобразная минута славы для любого исполнителя, независимо от уровня его профессионального. Срок приема заявок на конкурс продлен вплоть до 15 марта. Их можно подать в Управление культуры мэрии областного центра. В этом году «Звездопад» состоится уже в 15-й раз. С 1997 года конкурс становится все более популярным, привлекающим все большее количество талантливых исполнителей. По словам заместителя директора муниципального центра культуры Виктора Коноплева, некоторые бывшие участники этого конкурса теперь стали известными в России исполнителями. Вы знаете, многим конкурс дал площадку для старта. У нас принимали участие такие, как известные, теперь уже известные эстрадные артисты. Это как Антон Беляев, вы знаете, да, Александр Мачульский, вот, которые сейчас работают на эстраде, большой эстраде. Очень много, кто был в конкурсах тех лет, да, стали уже взрослыми. И сейчас они, конечно, кто-то преподает, кто-то работает в совсем другой сфере, но приобщается все равно к нашему конкурсу. Это и радует то, что этот конкурс многих очень, как бы, поднял и дал дорогу в большую жизнь. Для Марии Челях конкурс «Звездопад» стал самым первым в истории ее вокальной карьеры. Позднее она неоднократно становилась победительницей «Звездопада». Теперь уже ее ученики готовятся к участию. На «Звездопад» я выставляю две группы. Это группа «Прима», группа «Октава». Также у меня будет одна солистка. Ну и во взрослой категории это ансамбль казачьей песни «Горлица». Я тоже его выставляю. Во дворце детского и юношеского творчества преподает вокал Виталий Бабич, также являвшийся в свое время призером конкурса «Звездопад». В этом году он готовит конкурсу солистку Екатерину. Ну, на самом деле я считаю, что участие в конкурсах – это, так сказать, неотъемлемая часть процесса обучения, потому что на сцене мы вообще познаем этот вид творчества, практикуемся, стараемся держать себя в руках, не волноваться перед зрителем и как бы привыкать к этому виду деятельности, чтобы в дальнейшем радовать слушателей, зрителей. Вечерний Магадан посетил репетиции будущих участников конкурса. На одной из них ученица Мария Челях поделилась своим уже имеющимся большим опытом участия в исполнительском конкурсе «Звездопад». Я участвую в «Звездопаде» уже в четвертый раз. Два раза уже участвовала с Марией Дмитриевной. У меня стали появляться успехи. Я начала проходить в «Звездопаде» на второй тур, потом заняла место, потом еще выше место. Я хочу в этом году занять более высокое место, потому что за последний год в этом городе хочется улететь, так запоминающейся. Преподаватель Мария Челях дала напутствие будущим конкурсантам и поделилась секретом залога успешного выступления. Прежде всего, позитива от выступления – это самое главное, потому что если тебе нравится то, что ты делаешь, если ты выходишь и получаешь колоссальное удовольствие, то абсолютно не важно, будет у тебя первое место, будет у тебя второе или третье, или даже диплом участника. Это не имеет никакого значения. Правильно говорят, что главное не победа, а главное – участие. И главное – любить то, чем ты занимаешься, и делать это с удовольствием.